Взаимоотношения отцов и детей Светлана Васильевна, Вы уже много лет работаете в Покровском территориальном центре. А скажите, забота о людях престарелого возраста – это Ваша основная задача? Да, это наша основная задача. И не только задача, это наш долг – выполнять эту работу, которую мы выполняем, обслуживаем на дому. Престарелых граждан. Это основная наша категория людей, тяжелая категория, которая из дому никуда не выходят эти люди. Таких 480 человек у нас на обслуживании. Работает 34 социальных работника. Вот это наша основная задача – обслужить, помочь им в этой жизни не самому обойтись, а чтобы наши девочки, работники социальные, пришли. Нужно в огороде помогут убраться, продукты принесут и в доме уборку сделают. Ну и вся остальная работа, которая нужна по дому и не только на дому. Люди к нам приходят в территориальный центр, скрадывать свой досуг, чтобы им жилось немножечко веселее в это время. У нас есть отделение дневного пребывания, где одинокие люди, и не только одинокие, и не только пенсионеры приходят к нам заниматься в кружки. Есть у нас кружок «Умелые руки», где наши женщины вяжут, плетут, вырезаем чего-то, клеим. Есть у нас группа «Здоровье», где наши подопечные занимаются. Чтобы не быть дома одному, приходят к нам на вечера, где можно песни попеть. Стихи пишут у нас, есть одинокие, престарелые граждане. А сколько на сегодняшний день у вашего центра подопечных? И какой возраст у них? В территориальном центре обслуживаются люди, начиная с 60 лет и выше. Есть у нас и 80, и выше 80. Есть у нас и молодые люди с ограниченной ответственностью. Это инвалиды первой и второй группы, которые не пенсионного возраста. Ну, а в основном обслуживаются только одинокие, у которых нет детей, или же дети, пенсионеры, или же инвалиды первой и второй группы. Мы обслуживаем только город Покровск, город Родинская и поселок Шевченко. На сегодняшний день вы опекаете престарелых бабушек и дедушек, которые являются одинокими. А что же происходит с теми старичками, от которых отказались дети? Когда есть дети, которые бросили своих родителей, территориальный центр, сотрудники территориального центра обращаются к общественности. Мы поднимаем вопрос этот даже на предприятии тех детей, которые не хотят за своими родителями ухаживать. Это, конечно, бывает редко. Но, вы знаете, как-то у нас это получалось. И подключаем сюда и милицию, бывают ситуации. Подключаем общественность, это квартальный комитет. И в ЖЭКе, и нам все откликаются, все нам помогают в таких случаях. Вместе общими силами находим детей. И дети как-то вот, может быть, срабатывает то, что общественность поднимается. Советуем детям, чтобы они, если нет у них возможности ухаживать за своими родителями, пусть нанимают постороннего человека, волонтеры. Вопрос отцов и детей не раз поднимался в классической литературе. Актуален он, увы, и сегодня. Но, тем не менее, скажите, в чем же основная причина, почему старики бывают брошены? Это воспитание такое или время такое? С чем связано? Вы знаете, во все времена были, есть и будут дети, и отцы. Говорить о том, что времена такие, я считаю, это прежде всего совесть человеческая. Это прежде всего нужно здесь, наверное, носить в себе, чтобы бросить старенькую бабушку или дедушку на произвол судьбы, как говорится. Но это неправильно. Нет возможности самому, значит, нужно просить соседей. Ведь много таких случаев есть, когда откликаются, помогают на время отсутствия детей. Нужно быть совестным прежде всего. Это касается детей, которые имеют престарелых родителей. Скажите, а что происходит с теми бабушками и дедушками, дети которых находятся за границей и, допустим, не могут заботиться лично о своих родителях и не могут забрать их с собой туда, на новую, так сказать, родину? В этом случае, значит, благодаря Покровской исполнительной власти нашей у нас есть в городе отделение, которое называется Турбота. Это отделение обслуживает на сегодняшний день 16 одинокопроживающих престарелых граждан, которые имеют детей, как вы говорите, проживающих за границей, далеко, по обстоятельствам, допустим, длительных командировок или же длительного отсутствия. Мы обслуживаем этих людей бесплатно. А как вы считаете, недостаток любви в детстве является основной причиной, что дети потом отказываются от родителей? Каждый родитель своего ребенка любит, я считаю, и он так же считает. А вот все вырастает потом, и почему так происходит? Здесь не любовь, не достаток. И опять же все получается так, что этот сын или дочь, которую бросили, потеряли, наверное, в этой жизни себя, совесть свою, которую иметь нужно всегда. Старый человек – это как ребенок. Раньше он о нас заботился, наша мама или папа. Теперь мы должны отдавать свой долг. Но ведь бывают ситуации, когда ребенок из неблагополучной семьи. То есть родители больше уделяли времени своим интересам, от ребенка отмахивались. Соответственно, когда ребенок вырос, он отказывается от таких родителей. Это закономерно? Я не знаю, как закономерно или не закономерно. Дело все в том, что вот такая ситуация у нас действительно есть. Две дочери выросли при плохом отце, который никогда им не уделял внимания. А теперь обращаются в территориальный центр. Мы же, естественно, к детям разыскиваем этих дочерей. Они начинают нам рассказывать все свое детство, как они его провели. Ну а что, он инвалид первой группы, нам приходится его обслуживать. Конечно же, сначала закладывается, как говорится, семя. Уже потом ребеночек вырос, не уделяя внимания. И вроде бы как и обижаться на эту теперь уже дочь, одну и вторую, которая не проживает в городе. Этому отцу грешно. Ну он думает, что Всевышний поможет как-то. В православии есть такая заповедь. Почитай отца и мать своих. Вот скажите, если бы все прислушивались к ней, меньше брошенных стариков бы было? Один прислушивается, несет свою ношу до конца дней своих родителей стареньких. А другой слушался, пока в детстве мама, наверное, воспитывала что-то, вкладывала, что-то говорила. А если бы все поступали как в Библии, тогда действительно было бы проще. Заботиться о престарелых людях, совершенно посторонних тебе, дело непростое. Вот каким необходимо быть человеком? Прежде всего, в нашей работе остаются те люди работать, которые имеют большое доброе сердце. Силу на все, на то, что мы помогаем. Ведь нужно и продукты принести с рынка. Вообще силу духа нужно иметь. Иногда приходишь, ситуации бывают разные. И упал с кровати, поднимают все наши девочки. И в огороде надо поубираться, потому что больше некому. Привлекаем и учеников, и привлекаем волонтеров. Нужно честным быть, трудолюбивым, потому что труд тяжелый у наших работников. Но выдерживают не все. Приходят, попробуют девочки, бывают ситуации, и уходят. Есть бабушки, которые всю жизнь прожили, вот они любят чистоту, любят порядок. Мы должны это все поддерживать, соблюдать. Я всегда девочкам говорю, пришли на работу, это группа детского сада набираем. Значит, будем воспитывать, будем где-то и подчиняться, потому что это люди старше. Тем, кто не по пути с нами, уходят сразу. А есть девочки, работают уже больше десяти, а то и больше лет. А что для вас лично, ваша профессия? Сколько лет вы здесь трудитесь? Работаю очень-очень давно. Пришла, с самого начала пришла как-то работа совсем какая-то и другая немножко была. И людей было побольше на обслуживании, по-другому было построено. Теперь уже стало людей поменьше на обслуживании, стало работников больше. Начинала с такого, что тоже обслуживала. Даже я не стесняюсь это говорить, потому что я прошла через тот путь, который сейчас проходят девочки. И вот поэтому я считаю своим долгом, своим примером в работе показывать им, как нужно правильно, что нужно делать, как нужно говорить, как вести себя с подопечным. Для меня это, прежде всего, нести доброту, душевное тепло, согревать наших одиноких, престарелых граждан, потому что им этого не хватает в этой жизни. Светлана Васильевна, я хочу сказать вам большое человеческое спасибо за ваш труд, за все, что вы делаете для горожан. Что вы отдаете свою душу, свое сердце, что не оставляете их одинокими. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok